Привет Владимир Борисович. Привет Борисович. Слушай, так это самое, ты вот когда возили вы вино Измаил, Одесса, Одесса, Измаил, что там у вас какой-то случай произошел? И в этом случае ты говорил, что Владимир Высоцкий, да? Был. Владимир Высоцкий. Он что на корабль ваш поднимался что ли? Нет, нет, нет. Ну-ка расскажи про Высоцкого. Просто я работал третьим помощником, меня послали туда третьим помощником капитана, а вторым помощником был Стас Мационов. И у него голос был хриплый такой, хриплый. Стас Мационов, ничего себе. Мне ребята, ну его друзья там, Гена и все, они рассказывали, что Стас с Высоцким дрался, с Владимиром Высоцким, вот с нашим знаменитым певцом. И рассказывали, как было дело. У Стаса друг был, это, директор дома культуры в колхозе под Измаилом. И вот когда построили этот новый дом культуры, там организовывалось такой банкетик. Ну и этот друг пригласил Стаса, конечно. Ну и Стас, лето, жара, и вот он занят своим любимым делом. Стол накрыт, вот он селедочку разрезает, там лучок режет, бутылки расставляет с водочкой, ну естественно, чуть-чуть. И вот, а, это мне потом сам Стас рассказывал. Я говорю, Стас, как получилось? Он говорит, я вот, я вот, стол накрыт, я вот, там уже последнее приготовление. И вдруг смотрю какой-то, ну он матом сказал, это идет с гитарой. Ну я думаю, нифига себе, это же лишний рот, лишний рот. Вот, я раз говорю, ты, ты кто такой, куда ты прешься? Он говорит, я Высоцкий. А Стас, он не музыкой, не песнями, ничем этим. Ох, ничего себе, вообще, поэтому он, это, а это, это когда было, я Высоцкий, а Стас говорит, а мне матом пофигу. Лисоцкий, Плесоцкий, кто тебя звал? Ну-ка, давай отсюда. И они сцепились, начали драться. А потом подбегает его вот этот вот, друг, который пригласил, да, директор этого дома культуры. Говорит, Стас, ты чего? А я его спрашиваю, Стас мне говорит, а я его спрашиваю, там, это, Вася, ты его приглашал, вот этого? Он, конечно, приглашал, ну раз приглашал, ладно. А потом, когда выпили уже вместе, это Стас ему и подпевал, потому что у них голоса одинаковые, тоже хриплые. С этим хриплым голосом, это тоже сколько было этих самых. Потому что по рации, когда связываемся с берегом, Стас своим хриплым голодом что-нибудь говорит, оттуда говорят, у вас что-то с рацией, это, рации у вас сломалось, хрипит. А Стас, это я хриплю. Слушай, ты чего там это? А, про Машу БНЖ тоже. Маша какая-то, Маша. У нас была помощница поварихи и дневальная, то есть она убиралась в каютах, капитана, стармеха. Вот, Маша БНЖ. А что у нее, Молдава? А, Гагаузка. Гагаузка по национальности. В Молдавии, да, она жила? Это в Молдавии народ такой маленький, гагаузы есть. Это, это, родственники турка, у них турецкий язык, они на турецком разговаривают. А со мной матрос на вахте стоял Ильюха БНЖ, Ильюха Яманди, тоже Гагауз. Ну, вот это Маша БНЖ, лет 45, вот, семьи у нее нету, и поэтому, когда в родной порт приходили, в Измаил, весь экипаж домой, повариха тоже говорит, я тоже хочу домой. Маша ее, да иди, я за тебя тут это и приготовлю, и все, накрою. Тем более на судне оставалось только вахтенный, кто на вахте. Вот, и вот, я как-то, это, сажусь, а я любил кисель, и мне Маша БНЖ и повариха всегда знали, что я люблю кисель, всегда литровую банку киселя давали. И вот сидим, и матрос, который со мной вахту нес, сидим, значит, кушаем, покушали, я этот кисель пью с удовольствием, а он стаканчик выпил, ему еще хочется, он говорит, Маш, добавка, добавка есть киселя, а она, не, ладно, сейчас посмотрю. Кисель я тоже люблю. Ладно, сейчас посмотрю, говорит. Пошла, а там дверь приоткрыта на кампус немножко, матрос не видит, а я вижу. Она собрала все стаканы, ну, уже поужинали все, вот. Она собрала все стаканы, и где там глоток, где два осталось, она все это в один слила, и ему принесла. Я ничего не стал ему говорить, конечно, он напился, поблагодарил, и все. А в другой раз сидим, обедаем. Она немножко... Да, она немножечко того. Сидим, обедаем. Ой, про нее вообще это... Сидим, обедаем. Никто ее не заблазнял там на коронавирус. Она не привлекательная. Ну, сидим, обедаем, и напротив меня, экипаж уже весь пообедал, у нас несколько человек всего. Сидим, обедаем, напротив меня это Люба, повар и Маша Бенжи. И Люба, повар, кушает, 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 раз, вылавливает обглотанную шейку. Вот. Я сразу понял, что это Маша, остатки туда, в эту, в борщ, солил, или в супчик. Писец. Вот, Люба так косо посмотрела на Машу, положила дальше, но ничего не стала говорить. Еще с этой Машей Бенжи вообще. Смотрю, как-то это, ее Машу Бенжи не любит. Она всех выручает, а эти моряки ее что-то не любят. Там обзывают ее, там все такое, плохо к ней относятся. Я у своего друга, у третьего механика, у Жени Карагодова, тоже из-под Москвы, спрашиваю, а что ей к ней так? Ничего себе, такая добрая душа, она за всех ей вахты несет. Это, уходит там, вот. А он говорит, да дело в том, что, говорит, вот мы ходим в разные порты, да, семьи остаются в Измаиле, а мы то в Одессу, то в Николаев, то в Херсон, то в Ильичевск, то еще куда. И кто-то где-то нашел там девушку, там какую-нибудь привег к себе в каюту, там, переночевал с ней, там все. У всех такие вот бывают левые ходы. Приходим в это самое, приходим в Измаил, а она, когда к нам жены приходят, она по доброте душевной, не со зла, ничего, а просто по доброте душевной, она все рассказывает, что ты там в Одессе, там к тебе приходила такая девица, там ты с ней 4 часа в каюте провалялся, но все, все про всех высказали, поэтому ее все и били. Громофом, блин. Она не со злостью, она даже не понимала, за что, она же не врала, она все право думала. Ну вот по доброте душевной она страдала. Ой, что-то так и не было. На каждом этом, да, как обезьянка она у вас была, в каждом экипаже, да, есть вот как бы такие вот люди, над которыми можно и посмеяться немножко. Да, ну у нас хоть на Волевом, я же говорю, вот два года я работал, это два самых, каждый день щеки болели от смеха, каждый день. А вот на таком же буксире Баян, там жизнь была, конечно, грустная, потому что там... Глаза от слез болели, да, потому что там был, это, капитан этого судна был, бывший отставной, этот... Полковник, да? Да, отставной офицер, он и сам не пил, и никому не разрешал, и никаких тебе ничего. Это строго чистая работа день и ночь, день и ночь. А мы все время перевыполняли план. На ночь мы всегда приставали к берегу и ночевали, как нормальные люди. Ну, мне нравится, когда ночью на вахте спишь, когда на вахте спишь ночью, судно уткнулось в берег, привязанное к какому-нибудь здоровенному дереву, вот, и я матрас наверх, у меня с 12 ночи до 4 утра вахта, я же должен, мало ли, там, по рации вызовут что-то срочное, и вот на мостике доляжешь, так, спишь, дремешь, но дежурный канал работает. И вдруг, бац, там, с кем-нибудь разговариваешь, я волевой, сразу настораживается с других судов. Волевой, волевой, где вы находитесь? Где находитесь? Я говорю, да не беспокойтесь, мы на берегу стоим, тут в берег уткнулись. Боялись, потому что тот же Стас Моционов, я не знаю, рассказывал ли, нет, это Илья Яманди, он с ним стоял раньше вахту, а потом со мной. Илья Яманди рассказывает, говорит, идем вверх по Дунаю ночью, ночью идем вверх по Дунаю, за собой баржу тащим. На барже 7 человек, и у нас 48 человек, экипаж, все спят, ну, кроме вахтенных. И я стою, Стас принял вахту в 12 часов ночи, и побежал вниз там на пару минут. Ну, наверное, стаканчик пропустить, потому что этого хватало всегда. И 5 минут, 10, полчаса, его нету. А я на руле стою, я же не штурман, вот, вверх по Дунаю ночью, навстречу могут сюда идти, можем врезаться. Это штурман, он видит в приборы там, в этот самый, все. А его нету, полчаса проходит, елки, минут 40, что делать? А мы же на полном ходу идем вверх по Дунаю, против течения, вот, и баржу тащим за собой. Я, говорит, это, ну, руль прямо поставил, пока вроде, ну, Дунай все-таки он широченный. Вот, пока идем, я быстро пулей вниз, а Стас спит. Вот, я его бил, бил, кое-как разбудил, вот, поэтому, поэтому наше судно волевое и боялись. Знали, что это там, это, банда Батьки Ангела, или банда Махно. Вот, поэтому, ребята, как говорится, пить пей, ну и дело знай. Да, давай, отлично. Продолжение следует.